Это Русский Космос. Здравствуйте! 8 февраля официально сообщили, что российским ученым и исследователям впервые удалось проникнуть в глубины реликтового озера Восток в Антарктиде. И сегодня у нас в гостях Гальченко Валерий Федорович, директор Института микробиологии имени Виноградского Российской Академии Наук, микробиолог, член, корреспондент РАН. Добрый вечер! Здравствуйте! Есть мнение, что изучение тайны озера Восток ответит на один из самых главных вопросов. А есть ли жизнь во Вселенной? Озеро Восток. Насколько действительно это уникальное открытие? Многие его сравнивают с полетом человека на Луну. Ну, может быть, это несколько привеличено по поводу полета на Луну, но это очень большое открытие. Тем более, российские исследователи, инженеры шли к этому более 40 лет. Хотя это была совсем другая программа. Это была программа палеоклиматическая. По исследованию на основании кернов, добытых из ледника, выяснить некоторые сложные вопросы изменения климата на Земле. Но вдруг оказалось, что там, где работали наши исследователи, на станции Восток, под станцией Восток было обнаружено очень большое озеро, больше 250 километров, длиной и около 50-60 километров шириной, которые, по теперешним подсчетам, полагают, что не менее нескольких миллионов лет оно было изолировано от земной экосистемы. Поэтому можно сравнивать с полетом на Луну в связи с тем, какие будут данные добыты. А вот это очень уникально и не менее значимо, чем те результаты исследований лунного грунта. Озеро Восток Озеро Восток несколько миллионов лет. Если в нем есть жизнь, то она, возможно, развивалась по своему сценарию. Сейчас главная задача ученых – получить чистые образцы воды, без занесения микроорганизмов с поверхности. На протяжении многих миллионов лет вода этого озера не имела никаких контактов с земной атмосферой. Значит, эволюция живых организмов, которая происходила в этом озере, могла проходить по совершенно другим законам, нежели чем на поверхности нашей планеты. Ученые рассчитывают на сенсацию – найти в образцах воды неизвестные микроорганизмы. Ведь тогда, можно будет говорить, на Европе спутники Юпитера тоже есть жизнь. Если жизнь все-таки может возникнуть в каких-то условиях, то самые необходимые элементы для этого на Европе, по-видимому, существуют. Сегодня Европа – главный претендент на обитаемость. Спутник покрытый льдом. Правда, в отличие от озера Восток, толщина льда на Европе не 4, а 100 километров, под которым огромные океаны. Расчеты показывают, что уже на глубине где-то 80-100 километров лед должен превратиться из-за высокой температуры и давления высокого в жидкую воду. Это предположение косвенно было подтверждено многими соображениями. Например, магнитное поле есть у спутника Европа. Оно может только в том случае быть, если электрические токи текут в недрах планеты. Поскольку железного ядра там нет, единственная версия, что это океан соленой воды. Условия для жизни здесь агрессивные. Большое давление, отсутствие солнечного света и космическая радиация. Но микробиологи не сдаются. Открытия последних лет показали – для развития жизни это не важно. Есть довольно большое разнообразие микроорганизмов, которые, как правило, это анаэробные организмы, то есть которые развиваются, себя хорошо чувствуют в среде без кислорода. На исследования реликтовой воды уйдут месяцы. Но сам факт проникновения в подлёдное озеро Восток по значимости уже сравнивают с высадкой человека на Луну. Вот вы упомянули керны. Керны, добытые, насколько я помню, в начале 70-х годов, опять же помню по своей юношеской памяти. И огромная статья была интересная для меня тогда, я читал её. Это уникальный способ, разработанный советскими учёными. И мы тогда ущемили нос иностранцам тем, что нашли простейшее решение для такой сложной задачи. Это можно и бурением назвать, поскольку в первоначале немножечко всё-таки там бурение-то было. Это сейчас уже более разработанные методы, о которых вы упомянули. И вы правильно сказали, что иногда простые решения и по проникновению в озеро Восток, там тоже было принято довольно простое решение. Но к этому шли 10 лет уже после того, когда приостановили бурение, чтобы понять, как бы лучше проникнуть в это уникальнейшее озеро. Вот как бы лучше проникнуть в это уникальнейшее озеро, я знаю, что выступало огромное количество экологов, которые протестовали против этого. Расскажите, пожалуйста, потому что уже как бы первоначально надеялись найти какие-то микроорганизмы в этом озере. Вы упомянули цифру страшную, миллионы-миллионы лет. Вот была ли боязнь повредить, не повредить? Опасения существовали до проникновения в это озеро, что мы загрязним это озеро той микрофлорой, которая, ну, с теми же, назовём это буром, вот, с теми же бурами и с той же жидкостью, в которой этот бур работает в этом леднике. В действительности была опасность, пока мы ещё не знаем, на самом деле загрязнили мы или нет, но 99% уверенности в том, что мы это не сделали, поскольку была разработана чисто физическая технология, а именно та жидкость, в которой работает бур, она на 10% легче, чем лёд и вода. Если посмотреть давление, создаваемое льдом, это примерно на глубине 4 километра, это 400 атмосфер, то давление, создаваемое вот этой жидкостью, всего на 40 атмосфер меньше. Явление недокомпенсации, оно поработало на то, что вода там находится под давлением в озере, как, ну, бутылки шампанского. Вода вытеснила ту жидкость и не туда, а оттуда. Поэтому вопрос ваш правильный. Не выпустили ли вы джина из озера? На самом деле джина какого? Болезнетворные микроорганизмы, болезнетворные вирусы микроорганизма могут существовать только вместе с теми организмами, против которых болезнь. Там нет этих организмов. Мы уже вот несколько лет в нашем институте исследуем образцы, которые уже не являются кернами из ледника, а кернами, которые, и льда, который намерз на этом леднике из озера. Поэтому исследуем те микроорганизмы, которые там могли бы быть, они должны бы были быть. Мы обнаружили, вообще мы имели 4 вот образца этого конжеляционного, так называемого, льда, намерзшего из озера. Живых мы микроорганизмов там не нашли. Несколько полумёртвых таких, ну, у нас есть специальные методы, микроскопические методы, которые позволили нам сказать, что там, если и есть микроорганизмы, то их очень мало, очень мало. И вряд ли они могут представлять опасность для нашего здоровья или для здоровья экосистемы. Вы учтите, что несколько миллионов лет для микроорганизмов, которые существуют уже 3,5 миллиарда лет. Это, ну, совсем несколько минут, как говорится, в часу. Поэтому уже самые жуткие микроорганизмы, которые могли бы возникнуть, если они возникли, они и существовали на Земле, и почему-то жизнь до сих пор продолжается. Более того, микроорганизмы создали. Условия в экосистеме, которые позволили животным и нам с вами существовать. Микроорганизмы на Земле прошли все стадии эволюции и могли все, что угодно, возникнуть. Вы видите, ничего опасного. Жизнь зародилась не на Земле, а на других планетах. Простейшие организмы прилетели к нам из космоса вместе с метеоритами и кометами миллиарды лет назад. Хотя до сих пор это одна из версий происхождения земной жизни. Сторонников этой гипотезы в последнее время становится все больше. Особенно после исследований российских и американских ученых. В метеоритах они нашли окаменелые останки микроорганизмов. Вообще в метеоритах в большинстве ничего нет. Есть только один класс метеоритов, который называется углистые хондриты, и в них находятся эти образования. То есть большинство, скажем так, углистых хондритов было исследовано, и везде мы нашли остатки вот этих ниток, шариков и так далее, которые говорят о том, что это были какие-то микромы. Вот так под электронным микроскопом выглядит пришельце из космоса. Таких бактерий и на Земле хватает. Есть и совсем примитивные формы. Их можно увидеть, например, летом на водоемах, когда, говорят, вода зацвела, и более сложные организмы. А это похоже на древнейшие акритархи, то есть фитопланктон, то есть планктон растительного проживания. Вот уж плавает там на поверхности, в океане, и чем многие организмы питаются. Самое удивительное, что возраст метеоритов, в которых обнаружили микроорганизмы, больше возраста Земли. Пока наша Солнечная система только формировалась, жизнь уже где-то была. Я считаю, что существовали какие-то тела, на которых были уже, ну, типа луж, бассейны в каких-то таких, не очень глубоких, в которых развивалась эта компания микробов. По другой версии, чтобы на Земле появилась жизнь, вовсе не надо было прилетать с метеоритом. Здесь и так есть все условия для ее зарождения, а главное – это вода. Все первичные молекулы, сейчас это известно, могли образоваться здесь. А вот как из них образовалась клетка, и как из них образовались организмы, и высшее, что как образовалось мышление в биосфере, мы носители этого мышления, вот это и есть загадка. Недавно и европейские астрофизики обнаружили косвенные предпосылки зарождения жизни в космосе. В газовом облаке, которое находится в центре нашей галактики, на расстоянии в 26 тысяч световых лет, нашли особенные молекулы сахара, которые входят в состав ДНК. Причем это не единственная находка ученых. Так что жизнь не такая уж уникальная вещь, как кажется. Вполне возможно, что где-то обитали, а может быть и сейчас обитают, такие же разумные существа, как и мы. Как много организаций вообще во всем этом проекте. Насколько это глобальный проект? Были ли иностранные партнеры? Насколько они заинтересованы вашими результатами? В этом проекте вот сейчас участвуют шесть организаций. Антарктический и Арктический институт, в ней океаногеология, институт ядерной физики, наш институт и Казанский университет. Я могу сказать, что эти шесть организаций были когда-то, участвовали именно в бурении не озера Восток, а именно ледника. И так это несколько пролонгируется, когда несколько лет назад сказали, ребят, будем бурить, вот вы как участники, так и будете участвовать. Шесть организаций. Сорок лет уже бурим в этом месте, или лунки пробиваем, керны есть, вот сейчас вода из этого уникального озера есть. Затраты на это дело? Оправданы ли это затраты? Трудно посчитать, но примерно, вот как Валерий Владимирович Лукин, начальник российской антарктической экспедиции, там директор института Арктики и Антарктики, что в год примерно сейчас Россия тратит на все программы антарктические порядка 25 миллионов долларов. Примерно эта программа где-то порядка миллиона долларов будет стоить. Это настолько предварительный, я не экономист, я не знаю. Основу нашего государства не подорвет точно. Нет, не подорвет. А эффект в научном мире? А эффект тот заключается в первом вашем вопросе. Можно ли это сравнить с исследованием Луны? На самом деле эффект просто грандиозный. Меня уже просто допекают из различных стран, а можно ли получить пробы? Я на это говорю, невеста уже выдана замуж. Конечно, мы будем и консультироваться, и по северности в дальнейшем, и пробы будут как-то распределены в научном сообществе. Пускай к нам приезжают. Пускай здесь исследуют. Да. И финансируют, и с деньгами пусть приезжают. Правильно, согласен. Валерий Федорович, ученые утверждают, что исследование антарктического озера поможет в изучении космоса. Каким образом? За последние 10-15 лет были получены очень великолепнейшие результаты по исследованию дальнего космоса. И обнаружилось, что на некоторых спутниках Юпитера, в первую очередь это Европа, а потом уже стало известно, что и на спутнике Сатурна-Энцелада выявлено было наличие воды. По всей видимости, это замерзшие спутники, малые планеты, можно назвать, которые содержат огромное количество воды, в том числе на Европе, по всей видимости, под ледяным щитом находится целый океан воды. Считается, что если есть жидкая вода, то не исключена возможность существования жизни. Но пока мы еще туда долго не долетим, чтобы взять образцы, поэтому ученые всегда искали возможные модели, наземные модели, исследование которых хоть как нас приблизило к пониманию процесса, происходящих на этих спутниках. Такой самой, очевидно, лучшей моделью возможности существования экосистемы на дальних планетах является озеро Восток. Перед этим были исследованы другие озера. Это так называемые постоянно покрытые льдом озера. Они небольшие и они покрыты льдом где-то от двух до шести метров. Но они уже примерно 15-16 тысяч лет всегда покрыты льдом. И они несколько изолированы. И там, когда мы изучали те же микробные биохимические процессы, мы обнаружили, что там существуют только микроорганизмы и только прокариоты, а именно те безъядерные микроорганизмы, которые когда-то 3,5 миллиарда лет назад возникли на Земле. Вот озеро Восток несколько миллионов лет изолировано от земных экосистем. И процессы, которые развиваются там, возможно, такие же процессы существуют на Европе, если там возникла жизнь. Сейчас экспедиции поиска внеземной жизни готовятся к отправке на спутник Юпитера Европу. Космические аппараты возьмут пробы реликтового вещества и определят, действительно ли возможно органическая жизнь вне Земли. Спутник Европы расположен в так называемой зоне жизни. Вода на нем есть и в жидком, и твердом состоянии. Хотя условия для жизни на Европе сверхэкстремальные, 100-километровой толщи льда, давление и темнота, астробиологи уверены, для простейших микроорганизмов это вполне подходящая среда обитания. Это новый проект, проект очень крупный, международный, который будет нацелен на всесторонние исследования этого спутника Юпитера, который интересен сам по себе и который представляет собой целую серию галилеевых спутников, которые все уже доказано содержат значительное количество воды. И это одно из первых оснований, которые дают думать о том, что в принципе там возможно зарождение жизни и поддержание ее. Потенциально обитаемые планеты ученые находят и за пределами Солнечной системы. Их называют экзопланеты. Одна из самых известных сегодня Глиеса 581G в 20 световых годах от Земли. Она в три раза больше нашей планеты и состоит из горных пород, что делает ее возможно обитаемой. Речь идет о том, что планета находится в зоне, теоретически пригодной для обитания. В этой зоне возможно существование жидкой воды. Вероятнее всего, космическая жизнь, как и земная, основана на углероде. Если мы найдем жизнь на каких-то планетных стелах, это действительно будет означать, что либо жизнь может возникать многократно, либо жизнь имеет какой-то единый источник, но может переноситься в космосе. Какие формы может принимать жизнь? Действительно ли жизнь, известная вот нам, биологическая форма на основе углерода, это единственная форма жизни? Или надо искать какие-то подобия, но отличные от земной формы жизни? Разные кирпичики мироздания находят в галактике чуть ли не каждый год. От простого метана до сложных органических соединений. Это дает надежду на то, что во Вселенной мы не одиноки. Я знаю, что вы являетесь одним из авторов программы исследования жизни как раз на Европе. Европе не нашей, безусловно, на спутнике Юпитера, Европа. Если можно, несколько слов об этой программе. Это несколько преувеличено, что я являюсь автором этой программы. На самом деле, в России сейчас только разрабатывается эта программа. В Соединенных Штатах она уже последние пять лет разработана. Я просто участвовал в нескольких конференциях, где прорабатывались эти вопросы. Но эта программа стоит того, чтобы над ней задуматься. По всей видимости, одна страна вряд ли сможет осуществить такой полет. Так же, как и на Марс. Это очень недорого. Тем более, бурить пока умеем мы. Вы абсолютно правы. Пока мы умеем. И надо этим пользоваться в том смысле, что давайте больше добывать научных данных, чтобы понимать, что будущие астронавты-космонавты встретят на тех дальних планетах. Валерий Федорович, я знаю, что вы в очередной раз собираетесь в Антарктиду. Давайте представим, глаза закроем, что завтра корабль стоит, ждет вместе с буровой установкой на Европу. Пойдете, нет? Пойду. Во имя чего? Это непонятно. Это трудно объяснить. Во имя чего? Во имя стремления человечества. Человечество, свое эго, человеческое эго. Зачем нам, обычным обитателям Земли, нужны ваши знания? Я называю, знаете, как это называю? Колбасный вопрос. Чисто колбасный вопрос. Колбасы сразу не получим. Не получим, да. Но наши потомки будут нас благодарить за то знание, которое мы сейчас добываем. Пускай это иностранцы занимаются, а мы тихо, спокойно будем ждать. Я не согласен абсолютно, поскольку Россия это держава. Если мы держава, мы должны именно и державно поддерживать науку. Вот посмотрите, какой резонанс получили вот эти, вот всего несколько недель, 5 февраля пробурили, какой резонанс во всем мире. И уже знают, что все-таки Россия жива. На всех центральных каналах прошел сюжет, что Владимиру Владимировичу показали эти знаменитые пробы. Знаменитые действительно сейчас на весь мир прогремевшие пробы. А что дальше с ними? В каком состоянии они находятся? В настоящее время эта вода замерзла на высоте 40-50 метров. Приостановили бурение. В декабре этого года возобновят бурение и уже получат эту воду в виде того же ледяного керна. И мы будем продолжать эти уже исследования. Если до этого мы исследовали керны из ледяного щита, из конжеляционного льда, который намерз из воды, а теперь уже керны, свежезамороженные, поступившие свежей воды из озера. И будем также продолжать исследовать как физико-химическими методами, гидрохимическими методами, классическим методом микробиологии, молекулярно-биологическим методом. То есть мы к этому готовы. Мы уже много лет к этому идем. Во всех наших упомянутых организаций, мы к этому готовы. И будем исследовать эти пробы. Просто проскочила какая-то информация, что в пробах были найдены молекулы ДНК, бактерий, термофилов. Какие-то первые есть? Какие-то первые действительно результаты? Несколько лет назад группы Сергея Булата в Петербурге совместно с французскими коллегами молекулярно-биологическими методами была обнаружена ДНК, принадлежащая водородоскисляющей бактерии. Она, так называемая, термофильная, то есть те, которые могут жить при температуре выше 50-60 градусов. В основном около где-то 70 градусов. И что это такое, нам пока трудно сказать, потому что всё-таки пока не хватало проб. Вот непосредственно оттуда. Я первоначально сказал, что по всей днести там очень мало микроорганизмов, поскольку для них нет солнечного света, нет органических соединений. Возможно, что туда поступают восстановленные газы, а именно метан, сероводород, водород из недр земли, а кислород там много, поступает из ледника. По всей видимости, не исключено, что там есть так называемые гидротермальные источники небольшие, которые питают водную толщу вот этими газами. Кстати, в нашей лаборатории мы исследуем такие микроорганизмы, которые могут существовать за счёт окисления этих восстановленных газов. Это надо всё время доказывать. Наука тем и отличается, что она не жизнится на вере, а на постоянном доказательстве. Спасибо вам за ваше стремление. Спасибо вам за то, что вы вот так яростно отстаиваете свою точку зрения и правильно делаете, что отстаиваете. Извините меня за несколько колбасные вопросы, как вы их назвали. Я их специально вам задавал, потому что мы должны понимать, нам есть чем гордиться. Нам есть чем гордиться. И в этих условиях тоже. Это был русский космос. Восток и мирный. Беллинсгаузен и Лазарев. Антарктида. Озеро Восток. Бурение. Может быть, на Европе мы тоже будем первые, и когда-нибудь там будет база мирный и база Восток? Спасибо. С вами был Фёдор Юрчихин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова